Здравствуйте, дорогие друзья! А бывали ли вы в Петербурге? Это величественный, блистательный, таинственный и мистический город, который славится своими чарующими, полными романтики белыми ночами. Он так завораживающе красив, так значителен, что просто не мог не войти в творчество художников, писателей, поэтов. Петербург словно живое существо со своим особенным лицом. У города на Неве оно все время разное, часто меняющееся. Он то безоблачный, светлый, то суровый и угрюмый. Для каждого из нас Петербург свой, неповторимый и единственный. Федор Михайлович Достоевский очень любил Петербург. Это город его молодости, его рождения как писателя, его головокружительных успехов, творческих переживаний. Петербург был необходим Достоевскому для творчества, часто становился источником его вдохновения. Уезжая, он всегда стремился обратно. За 28 лет жизни в Петербурге Федор Михайлович переезжал 20 раз. Все адреса в основном в угловых домах. Он любил перекрестки, перспективы. Часто эти дома находились против церкви или собора, которые ему нравились, видимо, своими величественностью, законченностью форм, гармонии линий. Вот некоторые из адресов. Владимирский проспект, доходный дом Пряничникова. Из окон была видна церковь Владимирской Божией Матери. Квартиру, которую снимал Федор Михайлович вместе со своим братом Андреем, находилась на втором этаже дома. Именно здесь писатель создал свой первый роман «Бедные люди». Большая Мещанская, дом Кохендорфа, напротив Казанского собора. Здесь Достоевский нанял две маленькие меблированные комнаты и прожил два месяца. Вознесенский проспект, дом Шиля, напротив Исаакиевского собора. Здесь Достоевский написал многие повести и был арестован за свои связи с революционной организацией. Кузнечный переулок, дом 5. Из окон квартиры видны купола Владимирской церкви. Эта квартира стала его последним домом. Здесь Федор Михайлович написал один из лучших своих романов «Братья Карамазов». А в ноябре 1971 года здесь открылся литературно-мемориальный музей Достоевского. Федор Михайлович написал чуть больше 30 произведений, и в большинстве из них присутствует Петербург. Иногда как фон, чаще как один из действующих героев, откликающихся на судьбы персонажей. У Достоевского в Петербурге есть любимые места, где он особенно счастлив, любимое время, любимый сезон. Больше всего ему нравится весна. Есть неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей весной силы, опушиться, разрядиться, упестриться цветами, пишет он. Впервые писатель увидел Петербург в июне, во время Белых ночей, самой поэтической поры города. Петербург подстает перед Достоевским прекрасным, романтическим городом с таким удивительно светлым и звездным небом, взглянув на которое, невольно нужно было бы спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди. Достоевский знакомится с городом, странствует по таинственным улицам и набережным, вглядывается в изгибы каналов, подолгу стоят на мостах, любуется сияющими куполами соборов. Для писателя Петербург становится другом и собеседником, а дома приятелями, которые словно живые люди, глядят на него во все окна, делятся проблемами, желают здоровья. Сегодня на мастер-классе мы создадим объемную открытку со светлым, туманным и таинственным образом города на Неве. Нам понадобится 5 полосок цветной бумаги разной длины и ширины, линейка, простой карандаш, черные и белые ручки, ножницы, клей-карандаш, масляная пастель. У полоски бумаги отметим 8 миллиметров и загнем по линейке. Затем сложим пополам и отрежем уголок в средней части. Так повторим с каждой полосой. На темно-серой полосе нарисуем очертания моста. Светло-серая полоса для Троицкого собора и ближайших к нему домов. Светло-серая полоса для Троицкого собора. Коричневую полосу займет уединенная улочка, состоящая из старинных петербургских домов. Светло-серая полоса для Троицкого собора. На синей полосе изобразим высокий купол неба. Теперь по очереди вырежем каждую деталь. Музыка. 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 Вот такая получается композиция. Теперь оживим наших героев с помощью цвета. В центре Петербурга живут скромные дома, свидетели многих событий. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами темно- и светло-коричневого цветов. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами. 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 Добавим детали, цветные окошки и двери. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами. Троицко-Измайловский собор – это высокий белый храм с пятью куполами. По преданию, цвет куполов выбран по цвету мундиров Измайловского полка. Отовсюду можно увидеть сияние синих куполов, усыпанных звездами. Здесь Федор Михайлович венчался со своей верной спутницей Анной Григорьевной Сниткиной. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкими штрихами. Их живописную обшарпанность мы передадим мягкую штрихам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На небе изобразим мягко светящую луну, с появлением которой все становится еще более таинственным и загадочным Субтитры создавал DimaTorzok Теперь соберем все детали в единую композицию Для основы согнем лист бумаги пополам Аккуратно приклеим детали друг за другом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok